Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 21 апреля. Поздравляю всех с вербным воскресеньем. Работать сегодня с землей, конечно, не рекомендуется, но полив никто не отменял. Я вот вышла полить свои томаты, которые в теплице, и теперь, когда уже у нас миновала угроза таких больших заморозков и замерзания, можно спокойно поговорить о другие темы, нежели как спасение рассады от морозов. Вот обычно в это время... Ой, опять пошел снег, дождь, ужас. Обычно в это время всегда поступают вопросы, в каком виде рассаду уже пора высаживать, или как должна выглядеть она при высадке, ну, разные вариации, или как узнать, что уже она готова, все, можно высаживать. Ну, тут, знаете, в справочниках, вот у меня в справочнике садовода написана такая формулировка, сейчас я вам скажу, это специалисты пишут, что если рассада имеет уже 7-8 настоящих листьев и зачаток цветочной кисти, или полностью выдвинувшуюся цветочную кисть, значит, она готова к высадке. Вот именно вот эта цветочная кисть нам дает, ну как, точную уверенность, что она готова. Вот видите кисточка? И тут главное, не нужно, конечно, лучше бы, не нужно допускать, чтобы она расцветала дома, потому что вы знаете, что при высадке, при пересадке томат может благополучно сбросить эту цветочную кисть, а кисть это первая, то есть там самые крупные плоды, и, ну, не всегда так получается, бывает иногда, что она зацветает, но это тоже не стопроцентное утверждение, что при пересадке цветы сбросятся. Много раз я высаживала цветущую, и бывает, что если без повреждения корневой системы высаживаете, не будет потом ни жары, не будет потом ни заморозков, эта первая кисть, она отцветает, завязывается, плоды образуются, все прекрасно. А иногда наоборот, высаживаешь не зацветшую еще, без цветов, а потом, когда расцветает или наступает аномальная жара, или наоборот заморозки, и эта первая кисть, она повреждается и опадает. Растение переживает большой стресс, в прошлом году у меня так было, рано под тоннель высадила для себя, были морозы, и первые кисточки, они зацвели прям в тоннеле, но мороза не выдержала, она потом все равно сбросила их, они отсохли и все. Так, ну мы не про это сегодня будем говорить. Вот иногда смотришь на рассаду, смотрите, вот, она такая толстая, она такая здоровая, она такая взрослая, казалось бы, но у нее нет даже еще цветочков, потому что все томаты разные по своему строению. И если вернуться опять к формулировке 7-8 настоящих листьев, то тот, кто много лет занимается томатами, он знает, что у некоторых томатов после 10-го, даже после 11-го листа, бывает цветочная кисть, так что не у всех томатов после 7-го или 8-го листа. Вот тут вот раз, два, три, четыре, пять, шесть. Но здесь еще цветочной кисти нет, скорее всего, это, наверное, индент, у него будет еще несколько листьев. А вот эти, вот я сейчас вам покажу, вот, и еще по внешнему виду, когда некоторые определяют по внешнему виду, ну вот высокий, невысокий, там, здоровый, нездоровый, то тоже можно ошибиться. Смотрите, вот два томата совершенно разных. Вот про этот я говорила, что им не хватило места в больших стаканчиках, которые я подкармливала, и они в маленьких. Видите, какая корневая система. Видно, что он уже старый. У него раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять листьев, цветочная кисть. Скорее всего, один лист настоящий я уже здесь при заглублении убрала. Возможно, и 11 листьев, потому что это пудовик. Он не очень низкорослый. И он выглядит вот так. Вот видите, какого роста. А вот этот вот, точно с таким же количеством листьев, тоже вот с зачатками цветочными, но в большом стакане, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, тоже десять листьев и зачаток цветочной кисти, он выглядит совсем по-другому. Они очень отличаются. Так что некоторые могут подумать, вот кто начинает, что этот готов к высадке, а этот еще нет, но они совершенно одинаково готовы, что у тех уже цветочная кисть есть, что у других. Просто это зависит от условия выращивания. Вот этим было мало грунта двум, этому было грунта больше, и он создает впечатление более взрослого растения, что как будто бы все, он уже такой повзрослел, просто ему дали волю расти. И вот так же, видите, тоже цветочная кисточка. Вот те, которые росли в больших стаканчиках, они, прям вот на них глядя, можно сразу сказать, да, их можно уже как высаживать, они такие взрослые. А глядя вот на эти, кажется, что они молодые. Нет. Это вот те самые так называемые маленькие старушки, которые задержались вот в этом стаканчике, у них тут мало места. Они тоже взрослые, они тоже готовы к высадке. И вот сейчас, через 2-3 дня, как только будет тепло, я буду и эти, и эти высаживать в теплицу. И вот эти томаты, они догонят тех, кто был в большом стакане, они по возрасту одинаковые, так что и эта, и эта рассада уже готова к высадке. И вот когда вы зададитесь вопросом, например, ни разу не выращиваете или не знаете, и время вас не подгоняет, в общем-то, торопиться, если вам некуда, кажется, что маленькая рассада, самый главный признак, по которому вы можете определить, что пора ей уже идти на постоянное место, это вот когда показывается зачаток цветочной кисти. Дольше задерживать не рекомендуется, опять же, вот по той самой причине, что если она расцветет у вас здесь, а потом вы ее будете пересаживать, вдруг она там испытает стресс, вдруг повредите корневую систему, и тогда это будет шревато опадением первой кисти, что нежелательно. Все рекомендации и огородников, и специалистов сходятся на том, что лучше всего высадить до цветения, и чтобы зацвело растение уже на постоянном месте. Все, вот это вот такая мелочь, ну, кому-то, может быть, она пригодится, потому что если есть у вас условия, где хранить рассаду, если ей еще достаточно места, вот в стакане, например, или в лотке, то пока не появится зачаток цветочной кисти, можно не торопиться и не высаживать, ждать тепла. Вот нашим, конечно, уже пора, мы уже сидим на чемоданчиках, ждем 2-3 дня, чтобы быстренько в теплицу. Все.